Плательщиками транспортного налога являются не только физические, но и юридические лица. Поэтому декларацию или расчёт по нему организации обязаны предоставить один раз в год по итогам истекшего налогового периода, не позднее 20 февраля. В текущем году этот срок продлевается до 21 февраля включительно, так как 20 число выпадает на воскресенье. В течение 1-3 квартала предусмотрена уплата авансовых платежей по транспортному налогу не позднее 22 числа 3 месяца квартала, за который исчисляется авансовый платёж. Налоговое обязательство по уплате авансового платежа определяется как 1,4 сумма транспортного налога, исчисленной исходя из ставки транспортного налога и количества транспортных средств. Имеющихся в наличии на 1 января текущего года за 1 квартал, на 1 апреля текущего года за 2 квартал, на 1 июля текущего года за 3 квартал. То есть при расчёте авансовых платежей не учитывается движение транспортных средств в течение каждого из кварталов. При этом в количество транспортных средств, которые используются организации для расчёта авансового платежа, не входят транспортные средства, не облагаемые транспортным налогом, в связи с невключением их в объекты налогообложения, либо в связи с применением какой-либо льготы. Разобраться с заполнением налоговой декларации по транспортному налогу поможет специальная инструкция. Порядок её заполнения установлен инструкцией, утверждённой постановлением Министерства по налогам и сборам от 3 января 2019 года номер 2. К примеру, у организации имеется в собственности легковой автомобиль 2009 года выпуска, разрешение на допуск к участию в дорожном движении которого действовало по май 2021 года. Авансовые платежи по данному легковому автомобилю в 2021 году следовало уплачивать только в сентябре за третий квартал, так как в первом и втором кварталах ещё действовало право на применение льготы.